Привет, мои хорошие, с вами Селена. У нас солнышко, но немного прохладно, вообще погода в целом хорошая. Я с плохими новостями. Зык, что я сказала? Я с плохими новостями. Сынуля мой, простыл. Причём это всё не после поездки даже, уже прошло, я не знаю сколько, полторы недели после поездки. Всё прекрасно, мы всю поездку прям, ну прям хорошо следила за тем, чтобы он был одет, тепло прям, вот всё, чтобы он не потел, вот всё, прям всё. И естественно, анаферон был у нас на ночь, 10 капелек каждый день. И деренат каждый вечер, то есть промывала ему носик аквалором после купания, и деренат закапывала по одной капельке. И всё замечательно, мы приехали, даже вот со всех поездок не было у нас никаких проблем. И тут, помните, вложек с Меги, где мы там тусовались немножечко. Да, я сама ещё заметила, что там немного дует по ногам, и я его легко одела, то есть нужно было кофточку потеплее одеть. У меня была кофточка с длинным рукавом, но она как бы достаточно прохладная была для того, чтобы тусоваться по торговому центру. Вот, и мы немножко простыли, у него сопли. Сегодня мы встали, он очень плохо спал, он не даётся ещё закапать, я понимаю, что он не спит, потому что ему дышать трудно. Нос, и он и течёт, и забитый, и не даёт мне ничего сделать, не пополоскать, ничего. Ну, в общем, я уже на силу взяла, потому что он уже плачет, температуры нет. В общем, закапала нос, и до утра мы проспали. И, конечно же, с утра я побежала к врачу, наш врач в отпуске, но мы к другой попали, тоже хороший врач. В принципе, она нам посоветовала всё то, что я и сама поняла, что нужно делать. Я это и начала уже делать, там, виферончик, горлышко чуть-чуть красное, она говорит, мирамистина пополоскать, и капать, промывать нос, капать називничком. И Сиалор, мой любимый, проторгол, капли офигенские, антисептик они, но они какие-то вот классные, не знаю, мне не нравятся. Вот, сейчас всё купила, ну и так же продолжать, аноферон, деренат пока не надо. Вот, сейчас мы едем домой уже, и будем лечиться. Наверное, завтра сейчас попрошу маму, чтобы она приехала к нам, а не мы к ней, чтобы малого лишний раз не тревожит, пусть вылечится. Я думаю, он вылечится быстро почему-то. Денька, он, кстати, не спит ещё. Привет! Вот так, скажи, мама закутала меня вообще, и перчатки на нас. Видели перчатки? О, перчики, как у взрослых. Сейчас мы едем домой, и уже будем спать. Вот, ну, завтра тогда уже включусь, что сегодня включаться. Сейчас будем дома, да, поспать, поесть. Ничего особенного дома не происходит, как обычно. Может, прямой эфир выйду, не знаю, посмотрим. В общем, видео буду для вас смонтировать, есть чем заниматься. Вот, а завтра уже мне нужно кое-какие дела будет поделать. Я попрошу маму, чтобы она приехала, посидела с малым, а я быстро сгоняла бы. Вот так. Так что до завтра. Сначала жёлтую. День, сначала жёлтую. Сначала вот эту. На. На, вот эту ставь. Так. Ставь. Ставь. Вот эту вот сюда. На. Ставь. Так, красную ставь. Молодец. Вот так, да. Да-да-да. Ставь. Ставь, ставь. Аккуратно. Вот. На синюю ставь. Это мой зайчик. Ставь, ставь, синюю. Последнюю. Да. Головы не найду я только. На, ставь. Мой. Ой, моя зая. Ура. Ты молодец. Ты поставил пирамидку. Привет. День следующий. В прошлый раз, помните, у меня была Франция, о франциске, багет был и кофе, вате теперь у меня. И мы на улице с хорошей погодой были. Сейчас на улице холодно, ветер. Поэтому у меня какой-то... Я хотела сначала выйти на улицу, там всё это есть. И хотела назвать это вомж пати. Но я решила не выходить, не рисковать на улицу. В общем, взяла себе кофе латте в Саббэе и взяла итальянский БМТ. Сейчас буду кушать. Вот у меня окна выходят. По телеку идёт какая-то подводная жизнь. В общем, сейчас покушаю в солярии и домой. Кстати, я сделала ноготочки. Ту-ду. Так что у меня новые свежие ноготочки. Красота. Спасибо, мои девочки. Всё, я доела свой сэндвич. И в последнее время я стала любить что-то остренькое. Я даже домой купила себе чили. Никогда вообще острое не покупала. Но решила. Чили взяла, я его немножко добавляю. Люблю, когда вот острит. Что-то еда какую-то приобретает. Новый окрас. Что-то меняется в голове, во рту. Вот сейчас взяла халапени. Добавила буквально три штучки. И вот у меня сейчас горит во рту. Но приятно горит. Я не люблю, когда прям острое. Не, я люблю, когда, знаете, вот это вот. Лёгкое покалывание. И мне халапени в этом смысле нравится. Он такой вот. Вот идеальная острота для меня. Не больше. Больше не надо. Я помню, в Индии когда было, там всё острое такое. Там нужно говорить, чтобы было не острое. Там жрать было невозможно. Всё время во рту горит. И ты не чувствуешь вообще еды даже. Хорошо. Я даже куртку не снимала. По телеку идёт Орёл и Решка. И мне так хочется куда-нибудь поехать. Вообще, на самом деле, приехала с Москвы. И даже будучи в Москве, больше скажу, мне хочется куда-нибудь уехать. Я хочу куда-нибудь. Я бы в Европу поехала, но в Европе прохладно. Вот хорошо сейчас говорят только в Таиланде и в Дубае. Ну, в Дубае я как-то побаиваюсь туда ехать. Туда нужно только с мужчиной со своим ехать. А вот в Таиланд можно было бы. По-моему, у меня в Таиланде кто-то из знакомых даже есть. Вообще, хорошо бы, чтобы кто-нибудь отправился со мной ещё вместе. Короче, буду работать над этим. Надо кого-то подстегнуть, чтобы в Таиланд с вами поехать. Так не хочу быть в Москве. Вот у Павори в Москве. По Фрейдику, да? В Россию. Я бы уехала на пару-тройку месяцев. Надо думать. Надо думать. Пришла в солярий, и девочка на ресепшене предложила мне выпить там шот. Говорит, что он держит загад больше ещё. Натуральный бета-каротин говорит, что даже беременным можно. Но я рискнула. Ну, честно говоря, по ощущению, по вкусу. Немножко химоза её отдаёт. Но написано, что полностью натурально всё. Витамины тут и всё такое. В общем, должна сейчас вообще чистать загорявушка. Да, понятно, что не сперва. Ладно, пойду. Я пришла домой. ЧП у меня произошло в моём солярии. Я забыла одеть стекини. И там только включился солярий. Я выбегаю из солярия, чтобы взять стекини, короче. И обратно забегаю в солярий. Я, короче, ногой цепляюсь за дверцу внизу. И, в общем, знаете, где мозоли обычно на ногах. Я прям там раздираю до крови себе ногу. Ну, первая помощь сразу поступила. Там мне обработали средством каким-то, которое заживляет. Антисептическое, всё нормально. И дали пластырь. Вот в этом вот хорошо всё. Тряпка такая грязная выгляделя. Она не грязная, она просто не ассетируется. Сопливчик малого. Вот. И это. И тёте хочется показать. Ну, покажи. Здоровайся. Скажи привет. Привет. Да. Я болею. Скажи, чё толк? У меня носик. Вот. Чё, маму проводили, прогулялись сейчас по улице, прошлись. Что это такое? Ну-ка дай. Как батарейка оказалась у тебя в руках вообще? Вот. Малыш, я только проснулся недавно. Ты ничего не живёшь там? Иди сюда. Всё. Вот. Да, короче, сегодня я не стала заходить в магазин. И вообще чё-то ничего не стала делать. Видите? И так много времени ушло, чтобы в солярий поехать. Аж в центр. Я же туда ноготочки сделала. Ну, и хорошо, и замечательно. На днях придёт моя подружка, чтобы сделать мне реснички. В общем, всё замечательно будет. Ладно, сегодня день такой тоже чё-то ничего особенного. Погода серая. Зайка, чё там делаешь? Дэнь. Так, у меня пятница включён. Мама не любит ТНТ особо. Она там два только там смотрит и всё. А я люблю ТНТ. Мне нравится даже он просто на фоне. Так что, чё у нас там? Новые сериалы, кстати, идут интересные. Кстати, я посмотрела первую серию «Красная королева». Сериал. Я так плакала. Чё-то сын обретих. Мама, мама, мама. А чё ты тут делаешь? Бабушка говорит, что тебя тянет к двери. Чё ты вот у дверей делаешь? Там холодно. У тебя жарко, может? Прохладно у двери, да? Надо, короче, застелить чё-то там. Дэнь. Ты нашёл себе пристальнище какое-то? Выходи оттуда. Вылазь. Вылазь, говорю. Покажи, чё это. Не-не-не-не. Ну, покажи. Привет. Очередной влог. Сегодня я всё подготавливаюсь к встрече. И поэтому сегодня будут реснички. Влог этот, наверное, уже будет после встречи. Сто процентов. Так что будете знать, что я делала до этого. Не могу найти пульт, выключить телевизор. Мы уже собрались, собираемся к маме. Сегодня у меня вот реснички, солярий очередной. Кстати, прикольная эта штука была. Вот мы же в прошлый раз загорали с вами. И крем мне классный дали. И штуку вот эту выпила, которую я вообще, короче, я такая тёмная. Прямо я смотрю, аж чуть ли не перебор был бы. Но всё равно я сегодня сделаю ещё то же самое. То есть через день прошло. Я даже так покраснела, побагровела. Вот сейчас всё нормально. Сейчас придём туда, я покажу конкретно, что я беру. Прямо мне очень нравится. Ну, плюс там солярий ещё классный. Всё, короче, собираемся. Бабушка, привет, скажи! Привет! Бабушка, привет! Привет! Так радуется тебе, бабуля. Привет! Принесла памперсы, все дела, и принесла тебе вот эту штуку. Вот эту, которую говорила. Ну-ка, открой, посмотри, давай запах попробуем. Ну, это дезодорант, который, помнишь, в бьюти-коробочке у меня был. Да. Сейчас посмотрим. Он стоит полторы тысячи. Тысяча двести пятьдесят пять, что ли, где-то так. Зацени сейчас. Сейчас расскажем девчонкам. А Денька уже в мяч играет. Мама у меня не любит переодеваться перед камерой, ещё что-то. Поэтому я её не снимаю, вы не думайте. Потому что она в домашних обличиях постоянно. Это что-то, что-то? Дезодорант. Под мышуньки. Пахнет, что ли, уже? Ну да, давай пшикнем. Давай, я как раз её не пшикала. Давай. Пшикник, как раз. Не, вот для пальца, мне кажется, нет? Это не. Ну-ка. Сейчас я очую отсюда. Ну-ка. Ну, приятно, он такой свежесладкий на самом деле. Свежий для тебя, да? Свежий. Короче, вот такой, он там, такой небольшой. А сколько здесь миллилитров? 100 миллилитров. Короче, тебе понравилось, да? Да. Скажи, внучек, что вы тут пшикали мне? Я слышала, у тебя капусточка с колбасочкой есть. Да, ты хочешь? Конечно, я мчала, думаю, я вообще обожаю колбасу. Колбасу. Колбасу с капустой. Я обожаю тушёную капусту с колбасой. Но я терпеть, ненавижу больше всего это резать капусту. Вот я борщ обожаю. Вот всё с капустой я люблю. Поэтому, когда я хожу куда-то в ресторан или куда-нибудь, там, в кафе где-то, если я вижу тушёную капусту, я всегда её беру, потому что у меня мотивация одна. Дома я хрен, когда это приготовлю. Вот так вот. Не, ну если мой мальчик будет любить, конечно, всё это. Слушай, так продаётся же нарезанная уже капуста. О! Не-не, для меня это сложно. Я только подумаю, мне уже плохо. Это ещё надо порезать всё. А ещё я люблю свежий... Да. Ещё я люблю свежий салатик с капустой. Потом, что туда, зеленушки, лучка и такая чёрная ещё трава. Я не помню, как она называется. Такая фиолетовая. Ты не помнишь, мам? Ну, ты, наверное, не делал ни разу. Я её просто не покупаю. Но она прикольная. А? Может быть. Ну, короче, фиолетовая. Но фиолетовый базилик? Ну да, классно. Мне нравится привкус вот этого. Да, надо зайти в Ашан и посмотреть нарезанную. У меня нарезанная морковка есть. Я морковку тоже не люблю скоблить. Не знаю, почему с детства. Её на самом деле делать нечего скоблить. Но с детства у меня остался такой какой-то, что скоблить не люблю её. Может, я порезалась однажды? О, Зачуля звонит. Дэнни, папа звонит. Смотри. Дэнни. Скажи, папа. Дэнни. Моя гампунька. Гампузочка моя любимая. Девчонки. Зашла. Короче, зашла в фикс прайс. Кое-что купила из новинок. Будет видео теперь. И ещё я зашла в секонд-хенд. Я давно собиралась вам снять секонд-хенд. Но только куда я заходила, никогда ничего не было. А сейчас у нас там секонд-хенд, столб, всё вместе возле дома, там на проспекте 40-летия Победы. Я как бы туда периодически заходила, тоже ничего особо не видела. Но как-то я купила там шарфик, когда килограмм стоил 1200 рублей. А сейчас там... Сейчас. Ну вот. А сейчас там была распродажа, ну как бы по 300 рублей. То есть всё время я подключилась, и мне приходит смс-ка. Например, новая коллекция, там новое поступление по 1200 рублей. Потом через какое-то время приходит смс-ка по 900 рублей, всё. Потом там по 600, потом раз по 300. И в этот раз я попала, было по 300 рублей килограмм. И я просто на 500 рублей набрала целую гору, понимаете? У меня там 3 или 4 платья, кофты на 500 рублей, девчонки. И оно всё такое кайфовое. Лично мне нравится там вообще одно платье, вообще огонь просто. Короче, будет отдельное видео. Вышла из солярия. О, вспомнила, что я должна была вам крем сказать, какой красила. Вот, смотрите, Powerplay называется. Powerplay. Он тёмный, как сгущенка, но он не оставляет таких разводов. Классно. Я его второй раз беру, мне он очень нравится. Здесь он стоит 260 рублей. И, соответственно, выпила вот этот коктейльчик, потому что я его решила с собой взять, чтобы запомнить. 290 рублей, но стоит Таншот. Вот. Короче, всё это я сделала, позагорала. И я буду вообще шоколадкой вечером чую. Всё, теперь надо бежать, уже Ленок едет ко мне. Я приехала домой. Вот всё бывает в раз. Вот, знаете, собирается. Я ещё успела отдать там, мне надо ушить брюки, в которых там я буду на встрече. Лена выехала, встала где-то в пробке. У мамы звонит мне, выключили свет вообще на пол Александровки. И, короче, она говорит, малой проснётся. Я не знаю, говорит, что он будет делать. Я говорю, буди его пораньше, чтобы он мне полночи не давал спать. В итоге я говорю, ладно, пусть спит до последнего, потому что у неё одна свечка. А я уже договорилась, уже человек тоже сорвался с работы. Короче, вообще, пока есть время, я быстро снимаю для вас видео, то, что неудобно будет снимать с малым. Короче, вообще, ждём Ленок. А мне нравится, кстати, как-то. У меня тут такой вот завал. Не смотрите сюда. Сюда не смотрите, надо здесь завалить. Да прекрасно выглядишь, дай покажу тебе. Дай покажу того творца, который делает мои красивые глазки. Сейчас мы будем, короче, всё, Ленок приехал. А сейчас мы будем наращивать мне ресницы, и потом вы увидите меня с распахнутой. Глядь. Вот в таких вот условиях мы наращивали ноготки. Хорошо, когда есть лампа. Ноготки. Вот у меня есть прикол. Вот мои реснички шикарные. Вот реснички. У меня губы высохли. Вот реснички. Вообще, так их много, что аж не видно. Кажется, какие-то чёрные полоски просто. Длин осталось мало. Понятно. Всё, я бегу за... Я бегу за малым, короче. Спасибо, Ленок, за красивые ресницы. Я буду вообще просто красотка навстречу. И ногти, ресницы, загар. По-моему, голову один костюм. Я буду мега-мега звезда. Как будто у меня не 80 тысяч подписчиков, а все миллион. Два, три, четыре, пять. Ура! Всё, мы пришли домой. Я сняла для вас видео. В общем-то, я думаю, что, наверное, будем прощаться. Видите, у меня стена, она вся просто заваленная. Вот это вот. Потому что с этой стороны. Потому что он залазит постоянно сюда. И, в общем-то, я убрала там. Вот он. Лазит у меня здесь, в общем-то. А там он ещё не достаёт. Поэтому у меня вся стена тут вообще просто заваленная. Всем на свете. Всё, мои хорошие. Я, наверное, буду заканчивать лог. Потому что уже здесь три дня, по-моему. И я не хочу опять, чтобы он был длинный. Поэтому я с вами прощаюсь. Я вас люблю. Целую. Увидимся в следующих видео. И уже, наверное, следующий влог будет эта встреча. Люблю. А ты любишь их, Дэнь? Скажи, и я вас люблю. Что там, Серёжка? Серёжка. Красивая? Тебе нравится вам, Серёжка? Не дёрни только, Си. Э, иди поцелуй, мам. Я от поцелу говорю. Вот характерный какой. Сейчас Дэнни пойдёт купаться. У нас вот такая вот... Что это у нас? Бомбочка. Бомбочка для ванны. Я, наверное, сделаю её напополам. Она должна менять цвета. В общем, посмотрим, что будет. Ти-ти-ти. Я немножко отковырнула и поняла, что её нужно целиком бросать. В общем, мы её бросаем. Смотри, Дэнь. Ух ты! У нас ещё мало воды, наверное. Бомба! Смотри, розовая вода. Сейчас я тебя туда посажу. А что у нас вода какая-то холодная? У нас тут же сломался кран. В общем, вот она наша бомбочка. Смотри, Дэнни. Бомбочка. Ай! Не брызгает. Сломался кран у нас по-русски. Немножко. Что есть у мамы, Дэнни? Это пластилин. Смотри. Дэнни. Мылится пластилин. На! На! Нет, это не есть надо. На! Только вроде князя. Где? Где пластилин уронил? Вот он! На! Вот мыль его. Ловище. Где он? Вот он! Мыль его. Дэнни. Ай! Дэнни! Не надо так плескаться. Дэнни. 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 Пластилин нашел? Он еще не смылился. К�аль. Харь. Харь. Дэнни. 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 Субтитры сделал DimaTorzok